Здравствуйте! 195 выпуск студенческой миграции в Австралию. В общем-то три вопроса. И первый вопрос это как раз о том, дорого ли брать проездной, дорого ли общественный транспорт в Австралии. Вот как раз мы делаем этот выпуск и как раз делаем его из вагона электрички, грубо говоря, очень нестабильно стоит камера, но что есть, то есть. Станция Стратфилд. Давайте все-таки рассмотрим этот вопрос в более широком смысле. Вы тратите свои деньги, свое время, вы тратите какие-то свои силы, грубо говоря, чтобы добраться с пункта А в пункт Б. Пункт А – это пункт, где вы живете. Пункт Б – это, скажем так, колледж или университет. Теперь посмотрите. В действительности, если живете в сети и ходите пешком в университет, в колледж, это у вас занимает, ну, предположим, 10 минут. Если вы едете на электричке, то, соответственно, пешком это у вас может занимать 5-7 минут, и на электричке полчаса, но, во-первых, не смотрите Малтизон 1, Малтизон 2. Смотрите просто, как так, билеты на трейн. Они гораздо дешевле недельные, точнее, фактически на 8 рабочих дней, точнее на 8 дней, скажем так, календарных. Вот. И, в общем-то, в этом случае вы достаточно много выгадываете в деньгах, если берете чисто на трейн. Если же вы берете, опять-таки, на все виды транспорта, опять-таки, смотрите, ведь вы же работаете, правильно? Если вы работаете, соответственно, вам все равно нужен будет проездной. Единственное, конечно, если вы работаете и учитесь, и живете все это в сети, да, он вам и нужен, но, скажем так, такие случаи бывают редкие, чтобы не надо было пользоваться общественным транспортом. Как только вы пользуетесь общественным транспортом, то, фактически, расстояние играет очень маленькую роль. Соответственно, ну, между 30 или 28 долларами с 41, ну, может быть, 50. Фактически, все недельные билеты, они, в общем-то, одинаковые. Поэтому надо все смотреть в комплексе, надо смотреть, сколько времени у вас тратится на дорогу, опять-таки, как вы это время тратите, потому что, если вы едете на машине, на мотоцикле, на велосипеде, вы ничем не можете заниматься, если вы едете общественным транспортом. Соответственно, вы можете что-то параллельно делать, ну, учиться, предположим, читать книгу. Что, ну, понятное дело, если вы будете читать книгу, когда за рулем своего автомобиля далеко вы не уедете. Второй вопрос задал Вадим. Вадим задал вопрос, а сколько будет стоить 40 недель английского языка плюс магистратура? Сколько надо будет потратить? Вадим, давай так, не 40 недель, по всей видимости, а 42 недели, насколько я знаю. То есть 36 плюс 6, 42. За 42 недели ты отдашь это 35 умножить на 180. Вот умножить 35 на 180, но на вскидку, что-то не трудно тебе сказать, но это будет где-то 6,5-6 чем-то тысяч, плюс ты отдашь за 3 года медицинской страховки. Насколько я понимаю, ты имеешь не семейную, а обычную страховку, сингл, поэтому она тебе обойдется порядка в 1500 долларов и 1000 долларов за долговую стоимость университета. То есть 2,5 и 6 чего-то там. Получается между 9 и 9,5 тысяч долларов. Вот это вот тебе надо будет единовременно заплатить и податься на визу. При выборе, конечно, магистратура информационных технологий или информационных систем, я бы все-таки IT тебе, чем IIS, посоветовал, или магистратура профессиональной бухгалтерии. То есть, в общем-то, по-моему, то, что ты и выбрал. Все остальные вопросы, насколько я понял, ты уже решил принципиально, поэтому вот тебе такая информация на вскидку. Где-то у тебя обойдется единовременно 9-9,5 тысяч долларов. И третий вопрос, он как-то связан со вторым. Меня спрашивают, ну, ладно, мы деньги покажем, сколько надо заплатить, там мы тысячи, две, три, четыре будем с собой иметь, приедем, доработаем, то есть все, пятое, десятое. Ребята, я бы очень вас просил, чтобы вы этого как-то постарались избежать. Я не могу вам навязывать правила игры, вы все взрослые люди, но не надо считать, что, когда вы сюда приедете, каждый из вас получит изумительную работу, будет зарабатывать огромные деньги, будет жить достаточно экономно, и в итоге скопит целая фурчин к концу языковых курсов, будет способен проплачивать в легкую магистратуру, будет работать и зарабатывать много на магистратуре, занимаясь чуть ли не своим основным делом. Потому что в реальности такое происходит у единиц. И причина не только в том, что вы плохие работники, а обычно вы себя переоцениваете. И здесь достаточно жестко приходится сталкиваться с тем, что ваши амбиции особенно никому не нужны, ваше мастерство оказывается не очень применимо к этим условиям, ваш порой заносчивый, у некоторых ребят стиль поведения с работодателями, людей от вас отталкивает, и, соответственно, далеко не у каждого получается найти хорошую работу, тем более сделать это все, как говорится, законно. И в итоге миллион терзаний, куча разочарований. И, скажем, не то чтобы мне вас не жалко, но, поймите, я 13-12 лет тому назад, 11 лет тому назад, то есть, когда приехал, учился здесь, я жил в гораздо худших условиях. Никто из вас не способен жить так, как в 99-м, 2000-м году жили я и мои друзья. Это уже было неоднократно доказано и показано. Никто из вас особенно не старается экономить, по крайней мере, по сравнению с тем, как экономили мы. Никто из вас не способен оценить красоту этой страны только после получения вида на жительство. Мы не тратились на поездки на Голд Кост, на поездки в Перд, Мельбурн, Канбир и так далее. Мы жили очень экономно, очень хорошо работали, хорошо зарабатывали. И, соответственно, у нас было больше шансов здесь остаться, копить деньги, но только потому, что мы на это были способны, и мы к этому были готовы. Что касается вас всех за редким-редким исключением, вы на такое самопожертвование, в общем-то, не способны. Весь ваш героизм первые 3-6 месяцев улетучивается, и поэтому, к большому счастью, все-таки пока что те, кто хотел остаться, в действительности хотел остаться, они все остались, учились дальше и остались в этой стране. Но у некоторых точка зрения поменялась, и я вижу, что есть ребята, у которых это точка зрения меняется и сейчас. Начинаются разговоры о том, что в России было хорошо, в России вы были нужны, и жизнь лучше, и девушек много, и пятое, и десятое. Спорить не хочу, потому что я не хочу брать на себя ответственность, не хочу уговаривать людей, которые еще не выстрадали эту страну, поэтому для этих людей пожелание первое, уезжайте, вкусите, как говорится, России полной чашей, тогда добро пожаловать обратно. Или еще более деловой вам дельный совет, не надо меня обогащать, скажем так, проплачивая студенческие визы, которые вам, в общем-то, не нужны, не надо сюда ехать, если едете, то все-таки получайте необходимое вам образование и применяйте ее на своей родине. Мы все будем это приветствовать, и мы все сделаем все возможное, чтобы эти полтора-два года, ну, до трех, до четырех, до пяти лет, скажем так, пока вы будете на студенческой визе получать это образование, чтобы вы по минимуму затратились, все-таки по максимуму получили удовольствие и уехали домой. Чтобы это было честно, чтобы не было разговоров о том, что вот я думал, а вот оно не получилось, а вот меня кто-то обманул. у вас есть очень много возможностей общаться со всеми нами, начиная от нас, Юрием, и заканчивая вновь прибывшими, и не только вновь прибывшими студентами. Делайте это в личке, делайте это по умылу, пожалуйста. Но чтобы не было разочарований, потому что это та страна, которая максимально, на мой взгляд, предназначена для жизни, достойной жизни, а не просто существования человека. Если вы к этому не готовы, это ваши проблемы. Поэтому, пожалуйста, не надо рисковать, не надо ставить себя в неловкое и неудобное положение. Если вы по деньгам не можете позволить себе образование и эмиграцию в Австралию, не делайте таких попыток. Либо выстрадайте эту страну, то есть сделайте окончательный, бесповоротный выбор в сторону Австралии, либо накопите денег, чтобы ваше временное пребывание в этой стране не было омрачено вот этими вот контакт-решениями с вашей, может быть, точки зрения, потому что с моей точки зрения это не лишение. Вообще, конечно, хотелось бы сказать, что слаб народ пошел, слабоват. Я просто думаю, а вообще хоть кто-то из вновь прибывших ребят способен бы был обслужить Советской Армии 2-3 года и боюсь, что за редким исключением ни один из парней на это не способен. Кстати, среди девчат, тех, кто не смог осилить Австралию, гораздо меньше людей. Девчата гораздо более целеустремленные люди. Поэтому, пожалуйста, думайте хорошо до приезда. Вот, в общем-то, те три вопроса, которые я хотел осветить до того, как еду на место, где этот ролик будет поставлен на YouTube. И добро пожаловать! Ждем 196 выпуск. Спасибо!